У нас сейчас заканчивается 19 этап, 20-е, ознаменуется еще дополнительными расходами на оборудование. Конечно, будут и затраты у нас еще на приобретение мебели, потому что помещение требует мебель определенную. Почему? Потому что люди должны на чем-то сидеть, на чем-то работать. Оргтехнику. Тоже цены на это поменялись, но я думаю, что далеко это за пределы оговоренных, чтобы не выскочить. Мы с вами говорили уже достаточно давно и не один раз, что те рассрочки, которые будут выплачивать инвесторы, которые зашли на последних этапах, ну, они не пропадут. Ну, я полагаю так, что у нас сейчас 20-й этап подходит к концу. Мы говорили, что рубежом завершения 20-го этапа будет получение заключения и завершение строительства. Я не думаю и не верю в то, что мы сможем с первого раза сдать, с первого раза не сдают. Даже по идее нет соображения, потому что комиссию не поймут. Скажут, это как вы, значит, вы неправильно работали, да? Шутка. Ну, что мы знаем, что мы к приходу даже по первому разделу комиссии, ну, вряд ли успеем. Вот в идеал все вылезать, все равно какие-то замечания будут. Правда, поправляют только сейчас 19-й этап. Про 19-й, да, он заканчивается, извините, начнется 20-й. Извините, оговорился, да, бывает. Вот. И что хочется сказать про 20-й этап, который наступит. Это этап будет, когда мы будем выполнять работы по вводу объекта в эксплуатацию. Соответственно, за запуск всего оборудования не инженерное оборудование, именно технологическое будет происходить, постановка технологии, ну, очень много чего. Этот этап, он будет ознаменован, ну, скажем так, уже минимальными рисками и самым минимальным дисконтом. Ну, это логично. Поэтому 20-й этап, это последний этап, где существенные скидки были и дисконты. 20-й будет уже, ну, самый такой этап. Но все равно, все равно делайте выводы, принимайте решения. То, что мы делаем и как мы делаем, мы постоянно освещаем, показываем, вы видите, куда ваши деньги идут. Вот у нас приходят на расчетный счет, и мы их вкладываем. Вот. Создание материальных и нематериальных активов. И оценка, не наша оценка, а оценка тех людей, которые сюда приходят, достаточно такая хорошая. Как товарищ один сказал, помнишь, приехал, да, соулмаш, это, да, он, это вот этот знаменитый соулмаш, а вы о нем слышали? Да, читал, смотрел, но там же его помоями поливают. А, это как-то ерунда. И здесь же походил, помнишь, их отзывы. Поэтому, кто приезжает, смотрит, оценивает своими глазами, уже не с наших слов, а слагает собственное мнение о том, что сделано, как это выглядит. Ну, мы никогда не навязывали своего мнения, мы только рассказывали о том, что и как делали. И можно утверждать, что первый этап реализации проекта, главный этап строительный, мы завершаем и завершаем его с нормальным, с хорошим результатом. Хотя проблем было немало, кризисных ситуаций тоже было немало, преодолевали многое, но на сегодня юридически это все оформлено. Сейчас у нас с вами почтовый адрес есть? Есть. Катастрофы номера есть? Есть. Право собственности на объект незрешенного есть? Есть. Все есть. Все то, что должно быть. То, что идентифицирует объект. Теперь нам надо его завершить, после завершения ввод в эксплуатацию, после этого нам еще один этап действия, это выкуп земли. За этим последует, что? Оценка всего этого комплекса материальных и нематериальных активов. Там кадастровая, коммерческая и собственная оценка. Постановка на баланс, ну а потом основной этап, ну какой не основной, а как бы сказать, то, к чему мы стремились, это реорганизация. Из ООО в другую паровую форму АО, акционирование общества. Ну, в соответствующей уже передаче акции дольщикам. И дальше мы уже должны, как говорится, разогнать этот паровозик так, чтобы он начал давать результат финансовый для всех. Так что, коллеги, вот смотрите, сколько этапов мы прошли, какую работу сделали и сколько осталось впереди. Не так много. Не так много. И очень значимые, очень тяжелые, трудоемкие, кризисные, критические моменты мы с вами прошли. Несмотря на все, что было, команда, все участники проекта достойно прошли все эти испытания. Мы с вами сохранили веру и результат на лице. Всем вас и поздравляю.